Штраф за непристегнутый ремень. Правила использования ремней безопасности требуют неукоснительного следования указаниям. Но бывает и так, что пристегнуться водитель или пассажир забыл, а инспектор остановил машину. Какие санкции будут применены к нарушителям законодательства в первый раз и последующий – довольно острый вопрос, с которым нужно разобраться. Суть нарушения. Водители, которые не пристегиваются за рулем и не контролируют, пристегнуты ли их пассажиры, нарушают статью 12.6 КАП. Ответственность накладывается отдельно на водителя и отдельно на пассажиров. Это значит, что если пассажир не пристегнут в автомобиле, то для него предусмотрено персональное наказание. Ремень безопасности водитель штрафуется, если сам не пристегнут или не пристегнуты его пассажиры, на 1000 рублей. Пассажир, которого поймали впервые на подобном нарушении, сможет обойтись предупреждением. Во второй раз ему выпишут штраф на 500 рублей. Нарушение и ответственность пассажира регулируется статьей 12.29 КАП. Протокол заполняет инспектор. Пункт 2.1.2 БДД РФ устанавливает, что если в транспортном средстве есть ремни безопасности, то водители и его пассажиры обязаны быть пристегнуты. Ответственность наступает только в том случае, если инспектор лично видел, как транспортное средство двигалось, а водитель в нем не был пристегнут. В стоящем на месте автомобиле никто не обязан быть в пристегнутом состоянии. Такой же штраф могут выписать мотоциклисту, который движется на мотоцикле без шлема или в незастегнутом шлеме. Если оплатить штраф за ремень в течение 20 дней, то скидка составит 50% 500 рублей для водителя и 250 рублей для пассажира. Это же касается и пассажиров, сидящих сзади. Остановка инспектором непристегнутого водителя важна. Штрафы не плюсуются. Если водитель и человек на пассажирском сидении не были пристегнуты, то водителю выписывается только один штраф на 1000 рублей, независимо от количества пассажиров. Однако инспектор может выписать дополнительный штраф 500 рублей индивидуально для пассажира. Если пассажир не пристегнут, штраф платит и тот, кто за рулем 1000 рублей, и сам не пристегнутый пассажир 500 рублей. Когда можно спорить, штрафные санкции конструкция автомобиля не предусматривает ремни безопасности. Машина была припаркована, когда водитель был не пристегнут. Ремни безопасности вышли из строя в дороге и водитель направляется на 100. Важно! Обжаловать постановление допускается только в 10-дневный срок с момента вручения квитанции. Также можно проверить наличие задолженности перед ГИБДД на специальных сайтах. Отдельную категорию составляют штрафы за ребенка, который не пристегнут. В соответствии с ЧИЭ, 3 стакана, 12, 23 КАПРФ. В случае, если ребенок не пристегнут в обычном легковом автомобиле физического лица, на водителя накладывается штраф в размере 3000 рублей. Если это происходит в движущемся автобусе должностного лица, школа или детский сад, водителю придется заплатить уже 25 тысяч рублей. Сумма штрафа за ремень безопасности в 2018 году для организации или юридического лица составляет 100 тысяч рублей. Перевозить детей на транспорте, не оборудованном ремнями безопасности категорически запрещено. Исключение для Москвы и Санкт-Петербурга нет. Стоимость всех штрафных санкций такая же, как и по всей стране. Дети как узнать о штрафе и что потом делать. Самый частый способ узнать о появлении штрафа – получить квитанцию на месте происшествия. Обычно инспектор выписывает постановление и попутно рассказывает, где его можно оплатить. Но бывают и ситуации, когда штраф выписали, не останавливая машину. Инспектору достаточно точно увидеть движущийся ТС с непристегнутым водителем, чтобы выписать ему штраф. По такому же принципу работают камеры наружного слежения. Уведомления о том, что нужно оплатить штраф, всегда приходят на почту по месту регистрации нарушившего лица. Лицам, зарегистрированным на портале госуслуги, уведомления приходят в личный кабинет. Чтобы туда приходили уведомления, нужно заполнить профили поля, принадлежащие транспортному средству и водительскому удостоверению. Также проверить наличие взысканий можно на официальном сайте ГИБДД. Если на руках есть квитанция к оплате, то произвести ее можно любым удобным способом. В банке, через мобильный банк, некоторые электронные платежные системы или почту России. Важно обратить внимание при оплате на наличие номера постановления, в соответствии с которым назначается взыскание. Оплатить также можно через сайт www.gososludge.ru в личном кабинете. Оплата штрафа на оплату взыскания должнику предоставляется 60 суток и еще 10 дней на то, чтобы обжаловать постановление. После того, как этот срок истек, ГИБДД ожидает еще 10 дней на случай, если платеж просто не успел дойти или был оплачен в последний день. После этого возбуждается дело, которое передают в судебное производство. СУ назначает двукратную оплату долга, административный арест до 15 суток или 50 часов обязательных работ. Выбор наказания зависит от того, насколько злостный неплательщик и других отягчающих, смягчающих факторов. Если нужно заявить о нарушителе. Люди, не пристегивающие себя и своих пассажиров, подвергают опасности не только себя, но и других участников движения. Иногда наказать таких нарушителей просто необходимо, чтобы в будущем аварийная ситуация этим человеком не создавалась. Чтобы наказать водителя, нужно выполнить несколько действий. Важно попытаться снять на видео или фото факт нарушения движения транспортного средства с водителем, который не пристегнут ремнем. Безопасности в соответствии с правилами дорожного движения. Идеальным доказательством будет, если и фотокамера или видеорегистратор запишет не только факт нарушения, но и четко зафиксированный. Государственный номер автомобиля. Когда запись есть, можно лично обратиться в отдел ГИБДД, на территории которого случился инцидент. Отправить заявление и флешку с записью нарушения по почте на адрес отдела ГИБДД. Воспользоваться электронной приемной на сайте ГИБДД. В первом случае сотрудники во всем помогут и подскажут, как правильно заполнить заявление, что нужно приложить и написать в анкете. Во втором случае кроме флешки отправляется заявление, в котором нужно указать, кого просят привлечь к ответственности, когда было зафиксировано правонарушение и на каком транспортном средстве оставить собственные контактные данные на случай, если инспектору потребуется дополнительная информация. При отправке через электронную приемную нужно сначала заполнить анкету, личные данные заявителя, а также средства обратной связи. Лучше указывать электронную почту и мобильный телефон. Затем указывается регион, в котором произошло правонарушение. Следом идет текст заявления, нужно кратко описать, где, когда и как произошел инцидент. Указывается модель транспортного средства и его государственный номер. Через функцию кнопки «Добавить файл» прикрепляется документ, фото или видеосъемка нарушения. Потребуется некоторое время на то, чтобы файл загрузился. Если это фото, то они просто прикрепляются, если видео, то потребуется также прикрепить несколько стоп-кадров высокого качества. Лицо водителя и номер транспортного средства одновременно должны быть видны обязательно на одном кадре. После этого нужно ввести код в поле для подтверждения того, что данные заполнял не бот. Можно отправлять заявление. Фото и видео фиксация процедура рассмотрения административного правонарушения обычно занимает до 30 календарных дней. В этот срок ГИБДД обязаны рассмотреть заявление и провести меры. В ГИБДД должны идентифицировать автомобиль, определить, кому он принадлежит, получить показания собственника. Затем они обязательно уточняют, кто именно был за рулем и на каком основании выявляют, было ли нарушение на основании слов заявителя и приложенных доказательств. Если факт правонарушения доказан, то выносится постановление, в соответствии с которым водитель ТС штрафуется на сумму 1000 рублей. Ему высылается уведомление на почту о необходимости оплатить штрафные санкции за нарушение ПДД. Если в течение двух месяцев сотрудники ГИБДД не смогли определить, кто был за рулем в тот день и кто фактически произвел правонарушение, то дело закрывается. О том, что дело было закрыто, зритель будет извещен тем способом, который указал для связи. Это может быть электронное письмо, звонок на указанный номер мобильного телефона или самосообщение. Как не попасть под штраф? Изда с накинутой лямкой ремня безопасности будет также штрафоваться, как и изда в непристигнутом состоянии. Выписывать штраф инспектор может при наличии в виде фиксации нарушения. Если водитель попал на видеорегистратор патрульной машины или камеры наружного наблюдения, то оспорить ротокол не получится. Если водитель отстегнул ремешок после остановки транспортного средства, чтобы достать документы на машину, то его нельзя оштрафовать. Если инспектор остановил и заявил, что причина остановки составления протокола и штраф за изду в непристигнутом состоянии, то водитель имеет право указать в протоколе, что не согласен и требует адвоката. Другой способ требовать фото или видео подтверждения нарушения. В случае его отсутствия велика вероятность, что суд отменит наказание, необходимость оплачивать исчезнет. Неправильным будет назначение штрафной санкции в случае, если транспортное средство не предполагает наличие подобных ремней по своей конструкции. В этом случае инспектор не имеет права заполнять протокол и штрафовать. Однако прежде чем вступать в дискуссию, следует досконально изучить документы на автомобиле и удостовериться в том, что действительно конструкции машины не предусмотрено наличие таких ремней. Нельзя оштрафовать сидящих в автомобиле и непристегнутых людей в случае, если ремни вышли из строя, а машина движется на стоянку или сто. Нужно понимать, что в этом случае инспектор имеет право сопроводить до конечного пункта движения и проконтролировать, как ремни будут приводиться мастерами в должный вид. Использовать это как отговорку не рекомендуется. На беременных сейчас этот штраф распространяется так же, как и на все остальные слои населения. Независимо от срока беременности, размеров живота, состояния женщины и ее желания, она должна быть пристегнута по всем правилам дорожного движения. В качестве послабления можно воспользоваться специальными удерживающими устройствами для беременных женщин или опустить нижнюю часть ремня ниже уровня пупка, чтобы было максимально комфортно. Подобное нарушение для женщины положение обойдется в 1000 рублей, если она ведет автомобиль, и в 500 рублей, если она является пассажиром. Независимо от того, сидит она позади или рядом с водителем. Для беременных законам запрещено пристегивать ремнем детей, которые сидят на коленях у родителей. Ребенок до 12 лет должен быть пристегнут специальным удерживающим устройством. В случае его отсутствия или если ребенок передвигается в непристигнутом состоянии, водитель будет наказан на сумму 3000 рублей. Нарушение правил дорожного движения может привести к негативным последствиям, травмам и летальному исходу, поэтому лучше им следовать. В случае попадания в аварию этот ремень способен спасти жизнь. Штраф за непристегнутый ремень в 2018 году может быть вменен не только водителю, но и пассажиру, независимо от того, заднее место он занимает или переднее. Отстаивать свои права и требовать отмены наказания можно только в том случае, если водитель или пассажир явно не виноваты. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова